Фильтры размытия применяются для смягчения выделений или при ретушировании всего изображения. Они позволяют сглаживать переходы, усредняя характеристики пикселей, находящихся рядом с резкими краями четко выраженных линий из затененных областей изображения. В этом видеоуроке мы рассмотрим применение фильтров. Для того, чтобы выбрать фильтры размытия, перейдите в меню Filter – Filter и раскройте список команд Blur – Размытие. Фильтр Smart Blur – Умное размытие применяется в основном для устранения мелких дефектов изображения, таких как легкие царапины и зернистость. Эти дефекты зачастую возникают при увеличении резкости и контрастности отдельных пикселей. Данный фильтр действует избирательно, сглаживая лишь те участки изображения, на которых отсутствуют резкие тоновые и цветовые переходы. При этом границы изображений остаются достаточно резкими, но могут исчезнуть мелкие детали, так что при сильном размытии изображение становится похожим на рисунок, выполненный красками. С помощью ползунка Radius – Radius определяется область поиска точек для размытия. При увеличении значения радиуса размытие при начальных значениях постепенно увеличивается, а затем степень размытия перестает изменяться. Параметр Threshold – Порог – позволяет указать тоновую разницу между пикселями, при которой для них будет выполняться размытие. Чем больше значение, указанное в поле Threshold – Порог, тем меньше участков изображения будет подвержено размытию. В списке Quality – Качество задается качество размытия. Вы можете выбрать одну из трех предустановок качества. Low – низкое, Medium – среднее и High – высокое. С помощью параметров списка Mode – режим создаются эффекты без размытия. Выбрав в этом списке элемент Edge Only – только края, вы получите черно-белое изображение. Количество белых линий увеличивается с уменьшением значения параметра Threshold – Порог. Ширина белых участков определяется параметром Radius – Radius. В режиме Overlay Edge – Совмещение, белые линии накладываются на изображение. Влияние параметров Threshold – Порог и Radius – Radius – такое же, как и в предыдущем случае. Примените данный фильтр, нажав кнопку ОК, и вы увидите, что зернистость изображения, а также мелкие дефекты, находившиеся на нем ранее, исчезли. В этом случае данный фильтр очень эффективен. Теперь рассмотрим действия одного из самых популярных фильтров – Gaussian Blur – Размытие по Гауссу, найти который вы сможете также, пройдя на вкладку Filter – Filter и раскрыв список команд Blur – Размытие. Размытие по Гауссу представляет собой несколько упрощенный вариант ранее рассмотренного фильтра. Им удобно пользоваться, когда необходимо убрать во всем документе какой-либо элемент. Например, для изменения растровой структуры изображения. Так, с помощью размытия по Гауссу, вы можете устранить из изображения растровые полосы сканирования. В этом случае задается небольшой радиус. Также удобство данного фильтра обусловлено тем, что всего лишь при одной активной настройке вы можете задать различные степени размытия. Например, выполнив полное размытие изображения или выделенной его области. Теперь рассмотрим фильтр Lens Blur – Размытие при малой глубине резкости. Он помогает создавать эффект объемности изображения за счет того, что объекты переднего плана остаются без изменений, а задний план размывается, и получается эффект просмотра изображения через оптическую линзу. Данный фильтр имеет отдельное диалоговое окно, содержащее как параметры фильтра, так и область предварительного просмотра. Чтобы повысить качество изображения в области предварительного просмотра, установите параметр More Accurate, точнее, в разделе Preview – Просмотр. Если же качество рисунка при предварительном просмотре для вас не очень важно, выберите параметр Faster – Быстрее. Для выбора областей переднего и заднего планов раскройте список Depth Map – Карта глубины. Здесь вы можете использовать маски слоя и альфа-каналы, которые создают для изображения карты глубины. На области черного цвета в масках и альфа-каналах программа оказывает воздействие как на объекты переднего плана, а области белого цвета воспринимаются ею в качестве заднего плана. При выборе параметра Layer Mask – Слой маска, картой глубины будет маска слоя. Также картой может служить и альфа-канал, если вы выберете его имя в списке. Выбор элемента Transparency – Прозрачность – делает картой глубины прозрачные области слоя. Если в списке Source – Источник – выбран любой элемент, кроме Gnome – Ничего, то становится активным ползунок параметра Blur Focal Distance – Фокусное расстояние размытия. Значение, устанавливаемое этим ползунком, задает фокусное расстояние размытия пикселов. Установите ползунок примерно посередине, и пиксели с максимальной и минимальной яркостью будут полностью размыты, а пиксели средних тоновых участков останутся неизменными. В разделе параметров Iris – Diaphragma вы можете легко выбрать форму линзы. Радиус размытия определяется с помощью ползунка Radius – Radius. Применяя ползунки Rotation – Поворот и Blade Curvature – Кривизна листа, вы можете также изменить угол грани линзы и их искривление. Стоит отметить, что разница в искривлении не очень значительна, поэтому необходимо внимательно рассматривать изображение в области предварительного просмотра. Раздел параметров Specular Highlights – Зеркальная подсветка позволяет определить диапазон абсолютно белого цвета. Значение, задаваемое ползунком параметра Threshold – Изогелия, определяет, какие пиксели следует считать отражающими свет. Чем меньше это значение, тем больше будет таких пикселов. Параметр Brightness – Яркость позволяет увеличить яркость изображения. Как упоминалось ранее, фильтр Размытия удаляет зернистость и шум с изображения. Если требуется их восстановить, увеличьте значение параметра Amount – Количество в разделе Noise – Шум. Вид шума выбирается с помощью переключателя Distribution – Распределение. Таким образом, фильтры Размытия представляют собой набор инструментов для детальной обработки изображений и придания им как эффекта объемности, так и для устранения недостатков фотосъемки или сканирования. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова